Сергей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Доброго вашего дома и здоровья обитателя. О, боже мой. Ларис, здрасьте, мой любовь моя. Пусть это будут самые маленькие цветы, которые упали к твоим ногам. Держи. Где ж ты была столько времени и целовалась с кем? Где ты вообще балудила все это время? Ну иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я женись от этого из кем-то, потому что ее зовут Лариса. Пожалуйста, спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проносите, да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Мне кожа носит. Сергей, вы были женаты 10 раз? Ну, понимаете, как я увидел женщину, ах, и женился. Как только женился, появились дети. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть я ни разу не женился просто так для развлечения, для приключения. То есть я женился, это же провожать и воспитывать детей. И сколько детей? Ну, 33 мальчика, не считая девочек. Четыре раза по ЗАГСу, две девочки, два мальчика. Четверо внуков, восемь теперь уже. Вот. И все это мои дети. Всех я их очень люблю. Люблю своих жен. Всех женщин, которые мне когда-то был знаком, я их очень всех люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, ужасно вообще, колхоз такой, вот эти розы были, да? Ну, может, у него что-то получилось, а где романтика? Понимаешь, он подошел вот так вот, на тебе веник, да, вот, грубо говоря, иди подметай. Вот это ее судьба будет, понимаешь? Давайте про 33 ребенка. А, детей я делал всего 100 дней. Значит, день спишь, день делаешь детей, день спишь, день делаешь детей. Отдыхал на глубине 63 метра. Отдыхаешь холанги, падаешь и там спишь. Как кислород кончится, всплыл, покушал фруктов, пришла женщина, сделала ребенка. Да, она как бы изящная, она тигрица, да? А здесь будет вот так, чуть ничего в глаз, на, все, однозначно. Скажите, вот у вас, видимо, комфортабельная ферма для коз. Да, у меня самая крутая ферма в Москве. А скажите, а куда вы приведете? У меня есть ферма в Париже, ферма в Лос-Анджелесе, ферма в Нью-Йорке, ферма в Новозеландии. Замечательно, а куда вы Ларису приведете? Где она будет жить? Ну, милая моя, милая братья шалаше. В Авраг. Я построил в Авраге только 4 сарая за 10 лет. По старость лет понял, что я больше всего на свете люблю забивать гвозди, слушать, пить молоко одновременно. Каждый день я выпиваю 5 литров молока. И 5 литров отдаю детям. Дети приходят, на сиську одеваю такую насадку, даю, и они прямо с трубочки пьют. Понимаете, нет? А сколько у вас в клубе? У меня в клубе 4,5 тысячи человек, и все они одинокие мамы. У них у всех дети. Я люблю этих детей, этих мамы. Хочу их запарить молоко от души. Ты слышишь, что только козы и доярка. Ему доярка нужна, а не, собственно, не Лариса. А теперь просто, простым голосом, историю любви. Самую яркую. Все, по-моему. А то мы вот это не... Моя история... Не, 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 все, все, сядьте. Это вчера ваша глоток свежего воздуха в морозное утро. Поехал к бабушке, к своей матери, чтобы нарисовать ее портрет. Просто старый бедный художник больной. И вдруг я купил билет и вижу, что я вижу. Слышу песню, не пародию, а настоящую песню Аллы Пигачева. Миллион, Леон, Аллы Кросса за окна видишь ты. Как это? Что это? Где это? Где этот бедный художник набрал миллион роз? И как эта последняя роза осталась жива, когда первые уже сорваны? Где это может быть? Этого не было никогда? Было, не было. В этих мыслях я стоял, думал, пока подходила моя электричка. И вдруг вижу, она распущенные волосы, глаза. Она идет за какой-то электричкой, видимо, куда-то тоже собралась ехать. Электричка идет совсем в другую сторону, не имеет значения. Я ее увидел, бегу за ней. Первый огонь, третий, открываю. Не она, не она. Потом раз, она. Отдай свою сумочку, выдрыхнул, все. Взял помаду тушеный, на окне нарисовал ее портрет. И что вы думаете? Эта женщина опустилась перед ней на колени. Говорит, Ларис, вот это вот лучшее, что я сделал с Эльжи. Она говорит, откуда вы знаете мое имя? У тебя на лбу написано, что Лариса так похожа на эту ведущую. И что вы думаете? Я поняла, он рэпер. Нет, он читает рэп. Эта женщина, вот представитель, все картины. И все птицы, и все звери. Точно, он нарцисс, я поняла. Все превращается в розы. Миллион алых роз. Посмотри, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, винишки. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. Вот это, ребята, миллион алых роз. Это прекрасная, интересная. Он родился, короче, в Аминево. В нашем теле Добытка. Это самый лучший козел в мире. Вот так. Я дарю тебе его. Это мой сюрприз. Миллион алых роз. Иди сюда, не бойся, дорогая. Дети, потом, потом, потом. Потом. Я сдаю, держи. Хорошая козлица. Я больше детей катаю. Что тут? Иди сюда. Иди сюда. Вот и все. Вот и все дела, ребят. Погоди, в толкуре так вы говорите. Я не ест на ней сегодня. Дети, не пейте козьего молока, иначе будете вести себя, как дядя. Все, ребята, спасибо. Пришел, увидел, победил. Отправляйтесь. Спасибо вам большое. Вам спасибо. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Марии. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Град Мерси из берегов Волги. Вот с наших приятных берегов вам подгон, Босяцкий. Значит, это на утро. А, да. Это на вечер было. А вот это на утро. Спасибо. Спасибо. Радуйся, кисть. Спасибо. Давай, ну, мальчик. Спасибо. Вот это они нашли друг друга, чуваки. Бонжур, красавица. Добрый день, добрый вечер. Здорово, пацаны. Санек, с кем пришел? Кореш мой. Его зовут, как тебя назвать? Илюха? Илюха. Илюха. Ничего нет-то. Давайте на вас посмотрим. Александр, 29 лет. Первый парень на районе. Торгует магнитолами и цветным металлом. Мастер уличного граффити. Предупреждает, что никакой девушке не даст свою футболку утром. Мечтает открыть секонд-хенд. Александр 4 года встречался с дочками. Пора. Замуж пора. Я очень долго не хотела замуж. Я просто делала карьеру. Я считала, что, ну, просто как бы у меня есть два высших образования. Я считала, что нужно самореализоваться, чего-то добиться. А какие образования? Ну, бухучеты, финансы и кредит. А сейчас работаете в бутике, да? Обувь продаете? Да. Ну, это бизнес такой. Конечно. Красивый бизнес между прочим. Да. Бутиковый бизнес бывает вот разный там. Да. У нас в Москве. А про любовь? А у вас ведь? Ну, вот молодой человек как бы был, предлагал детей, замуж, все. А вы когда к ним пришли, у него прям целый этаж. Богатый ведь был? У меня было два. Один богатый прям, да. А другой вообще оригар. Один был очень богатый. Нет. Один был очень богатый, действительно очень богатый человек. Вот, он очень меня любил, он был очень хороший. У меня никогда не было, чтобы и богатый, и очень хороший. Ты вот так это слово сказала очень. Я аж испугалась такого богатства. Он просто прям богатый, он мне прям все что угодно готов был для меня делать, и замуж, и он прям... А вы что ли взяли? Просто я его не люблю, я влюбилась в обычного парня. Я приехала как раз на встречу с тем, он меня уговаривал остаться, предлагал замуж, говорю, ты что с ним, останься со мной, он тоже уже начала. А я сказала, извини, но я как бы вот не люблю, я не люблю. А что вы там начали? Ну, мы просто с ним дружили три года, пока я училась, пока работала, мне каждый день звонили. А лет ему сколько было? Ну, вот много лет, наверное, сорок с чем-то. Это не мой возраст абсолютно. Конечно. Ну, зачем? У меня и так папа пожилой, я и так с ним сижу. А вот он был такой, если говорить, такой накачанный, брутальный, да? Да, да. Ой, я вам это рассказала, говорю, ты для меня вот полноватый. И он постоянно ходил в фитнес, так интересно, худел. Конечно, ради вас, красавица. Да, хотел похудеть. А вы, детка, москвичная. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Гогем». Идите, знакомьтесь с первой девушкой. Удачи. Что такое, Гогенчик? А кого вы привели-то вообще? Что? Отлично вообще. Что? У тебя психически больной какой-то... Этот человек преследует меня три года, ночует у меня в подъезде, исписан весь подъезд, исписан весь подъезд надписями, а вы ее сюда приводите. Зачем вы ее сюда привели вообще? Она хотела... Это та Снежана, самая, которая... Да, та самая Снежана. Зачем ты меня подставляешь, что так? Ты меня мало того жили, ты еще и сюда приходишь меня преследовать. Молодой человек, успокойтесь, я вас первый раз вижу. Вот вы зачем ее вообще привели сюда-то? Зачем ее привели вообще сюда? Чего вы делаете вообще? Вы зачем привели ее сюда? Посмотри, вы привела ее. Это мать, которая воспитала, которая меня преследует везде. Днем и ночь. Знаете, что ваша дочь преследует... Она преследует меня три года уже, днем и ночь. Покоя нет у меня в нее, понимаете, вообще. Зачем вообще... Зачем я ее привела? Пока сама отсюда. Нет, а зачем она делает? Да что ты мне меня позвала? Что это мы еще сегодня? А что случилось? Мужа? Почему не надо этого другого? Почему же меня на тебя позвали? Покажите. Хорошо спародировала. Собственно, как найти мужа? Найти мужа – это искусство. Вот такое. А удержать – это профессия. Это вы так розы спародировали? В эфире «Давай поженись» у нас в студии Мария. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! Спасибо. Град Мерси с берегов Волги. Вот с наших приятных берегов вам подгон, Босяцкий. Значит, это на утро. А, да. Это на вечер было. А вот это на утро. Спасибо. Радуйся, кисть. Спасибо. Давай, ё-моё. Спасибо. Вот это они нашли друг друга, чуваки. Бонжур, красавица. Добрый день, добрый вечер. Здорово, пацаны. Санёк, с кем пришёл? Кореш мой. Его зовут, как тебя назвать? Илюха? Илюха. Илюха. И чё нет-то? Давайте на вас посмотрим. Александр, 29 лет. Первый парень на районе. Торгует магнитолами и цветным металлом. Мастер уличного граффити предупреждает, что никакой девушке не даст свою футболку утром. Мечтает открыть секонд-хенд. Александр 4 года встречался с дочкой местного авторитета. Ради неё увлёкся бальными танцами и занялся боксом. Но она всё равно ушла от него. Надеется, что Мария будет более постоянной. Знаете, что такое гороскоп? А, это ларёк напротив дома. Ну. Походите, покажите. Да. Ну или что-то, подвигайтесь. А вы идите к нам, идите сюда. Боже. Да, боже. Нет, нет. Да что же вы. Девочки. Девочки, девочки, боже мой. Так, что такое, девчонки? Умирите! 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 Умирите!